Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! После того, как мы посмотрели памятник легендарному Василию Теркину и его знаменитому автору, мы решили посетить музей-квартиру Твардовского, в которой он жил с сентября 1943 по март 1944 года. Нам захотелось узнать, в каких хоромах жил и творил автор легендарного Теркина, сделавшие для победы не меньше, чем наши великие военачальники и награжденные Родиной тремя орденами Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, тремя Сталинскими, Ленинской и Государственной премией. Но, во-первых, выяснилось, что это не так просто сделать. Со временем забываются и самые известные люди. Поэтому этот музей посещают редко, и там нет постоянного смотрителя. Нам пришлось связаться с музейным руководством города и договориться, чтобы нам все же устроили индивидуальную экскурсию. А во-вторых, выяснилось, что легендарный Твардовский жил на самой окраине Смоленска, в доме 4 в Запольном переулке, в четырехэтажном обветшалом кирпичном доме в малогабаритной советской квартире. Именно в этой квартире он создал поэмы «Дом у дороги» и «За далью даль», а также несколько глав Василия Теркина. В назначенное время мы подъехали к музею, и нас встретила милая, интеллигентная женщина-экскурсовод, которая нам все подробно и с большой любовью к своему знаменитому земляку рассказала. Это дом постройка 1938 года, но поскольку Твардовский сюда же вошел человеком уже известным, ну ему тогда и говорят, где найдешь место там в селе. И вот в этом доме, вот уцелевшего в годы войны, он селит своих близких. И здесь с осени 43-го до весны 44-го, то есть пока поезд газеты «Красноарвейская», правда, находится здесь, недалеко от Смоленска, живет в этой квартире. И отсюда вот в 43-м году в декабре он пишет своей жене, что это на окраине безобразного Смоленска. Это в доме, где, может быть, еще орудуют механизмы МВД. Это приют, где поселились семь душ моих родных, и я, занимающая хорошую комнату с тамбуром от коридора, и виду на загородную лаборизму его окна. Надеюсь, что он здесь доведется хорошо поработать. Вот она комната с тамбуром от коридора, и виду на загородную лаборизму его окна, он имел в виду холмы вот этого чертова рва. То есть планировка в этой квартире не менялась. Вот тамбур, это он имел в виду, наверное, вот это вот место, потому что другого просто на почтовой квартире нет. Мы посмотрели, в каких бытовых условиях он создавал свои знаменитые произведения. Это оказалось хоть и трехкомнатная, но очень малогабаритная квартира со всеми проходными комнатами, с маленькой кухонькой и микроскопическим туалетом. Обстановка и мебель в квартире сохранилась та самая, в которой жил и работал Твардовский. Все самое-самое простое. Как проста была и его поэзия, плоть от плоти народная. Он жил среди самых простых людей, говорил их языком и творил тоже для них. Мы узнали о многих интересных моментах из жизни поэта, о его малоизвестных произведениях, о тех людях, с кем он встречался, с кем он дружил, кого он любил. Стены квартиры увешаны фотографиями поэта с родными и близкими, со многими известными и знаменитыми людьми, с Гагариным, с Хрущевым, с писателями, артистами, художниками. Много фотографий с поэтом Михаилом Исаковским, который был его близким другом. Экскурсовод постоянно перемежал свой рассказ стихотворными цитатами из различных произведений Твардовского. Шов он серый, бородатый, и цепляясь за порог, заходил в любую харку, словно чем-то виноватый перед ней. А что он мог? И по горькой той привычке, как путевелила честь, он просил сперва водички, а потом просил поесть. Тетка, где ж она откажет? Хоть какой, а все ж ты свой. Ничего тебе не скажет, только вследнет над тобой, только молвит, провожая, воротится, дай вам Бог. Посетив музей, прослушав интересную лекцию, мы в очередной раз убедились, что литературному таланту нужна только ручка да бумага, стол да лампа, хлеб да крепкий чай, и чтобы еще не мешали работать. Поэтому еще раз произнесу кем-то сказанную умную фразу. Гению не хватает времени, таланту – пространство, а посредственности – денег. Твардовскому не хватало времени, и он часто об этом говорил, особенно когда возглавлял редакцию журнала «Новый мир», когда приходилось совмещать организаторскую редакционную работу со своим творчеством. Вы, как обычно, спросите меня, а какая связь Твардовского с рок-музыкой? А я вам отвечу. На его знаменитом, патриотичном и потрясающем Василии Теркини, уверен, выросли многие наши рок-музыканты, и в том числе начинающий рокер, но будущая звезда русского рок-н-ролла Волощук СД. Нам провели прекрасную экскурсию по квартире-музею Александра Трифоновича Твардовского. Вот в этом четырехэтажном доме 30-х годов он и жил. Очень простая квартира, очень простая обстановка, трехкомнатно, все комнаты проходные. Экскурсовод, конечно, очень опытный, знает творчество наизусть Твардовского, прекрасно пропел нам цитаты, прекрасные факты, прекрасно понимает величие и значение Твардовского для России, для войны. Многие понимают, что он для войны сделал не меньше, чем любой герой и полководец со своим Теркиным. Но мне очень был интересен факт, что наш Нобелевский лауреат Иван Бунин из Парижа передавал привет и поклон Твардовскому через какого-то критика, я не запомнил фамилию, и говорил, что это великая поэма, что он в победу сделал колоссальный вклад и сказал, что если даже он больше ничего не напишет, если даже будет писать плохо, то ему все простят именно за Теркина. Я полностью разделяю это мнение нашего великого Нобелевского лауреата, ну и других писателей, которые о нем отзывались. Потрясающая поэма, это, конечно, действительно подвиг был, сделанный литературный. Но его можно приравнять не только к литературному, а и к военному подвигу настоящему, потому что, повторюсь, для победы он сделал не меньше. Он воодушевлял людей идти в бой. Я всегда говорил, что смелость и ум – это слова-синонимы. Умный человек понимает, что все зависит от него. И умный человек не может быть трусом, он должен быть смелым, обязан. Твардовский смелый был человек, помимо того, что он был умный, потому что это слова-синонимы. И это подтверждается тем, что, будучи главным редактором «Нового мира», он первым напечатал Солженисона, повесть Ивана Денисовича. Он открыл Солженисона нам. Хотя все знают, что Солженисона потом выслали. Его осуждали за это. Он начал печатать там и Мандельштама, и Цветаеву, и Ахматову. Не побоялся этого. А это времена были тяжелые. Закатывали и в тюряги, и в психушке, куда угодно. Лишали работы, осуждали, астартизму подвергали. Человек не побоялся этого сделать. Но самый его смелый поступок, на мой взгляд, когда наши в 1968 году в Чехословакию танками зашли в Прагу, он отказался, во-первых, подписывать осуждающее письмо, которое кучей писателей писали для чешских писателей. Наши чешским, объясняющие позицию партии. Он отказался его подписывать и сказал, что нужно помнить, как встречали нас в 45-м в Праге, и как встречают в 68-м. Я очень рад, что побывал в Смоленске. Я, конечно, очень огорчен, что Константин Волощук потянул ногу, мышцу и не смог поучаствовать в первенстве России по легкой атлетике, ставшей чемпионом Москвы месяц назад. Но зато я рад, что я посетил и памятник Твардовскому, и Теркину, и квартиру музея Твардовского. Это наш великий русский поэт. Вот такая вот судьба. Но я вернусь к квартире. Квартира простая, простейшая, маленькая, малогабаритная квартирка. И поэтому, когда жалуются, что это мне бы создать условия, мне бы деньги, да я такого насочинял. Ребята, да это внешняя обстановка. Она всегда меняется, и цари меняются. Только личные внутренние качества и призвания заставляют человека творить и делать. Ему никто не мешает, кроме него самого. Это любой творец понимает, как отче наш. Никто нам всем не мешает быть теми, кем мы хотим. Вот человек, патриот страны, великая и великий патриот. И он им стал, и останется в памяти людей навсегда. Вот так. Из жизни русской профессуры, Из жизни докторов наук, Истории вам без цензуры, Расскажет рокер Валащук. Расскажет рокер Валащук.